Довольные результатом матча фанаты желают продолжения праздника. Увидев сотрудников милиции, пытаются пообщаться и сфотографироваться. Правоохранители ведут себя сдержанно, но в просьбе не отказывают. Еще одна группа молодых людей, настроенных более агрессивно, грабят лоток с продуктами. Футбольные фанаты, пытаясь скрыться от правоохранителей, захватили рейсовый автобус с пассажирами, угрожая водителю ножом. Милиция предпринимает все действия, чтобы освободить заложников от разбушевавшихся хулиганов. Сотрудники Беркута и спецроты патрульной службы милиции перекрыли дорогу и заблокировали передвигающийся автобус. Предлагаю добровольно покидать автобус, в противном случае к вам будут применены спецсредства. Еще раз повторяю, я зам начальника УВД города Донецка. Добровольно покидать транспорт никто не захотел. Правоохранителям пришлось применить силовые методы. Сотрудники Беркута разбили окно автобуса, в течение двух минут всех хулиганов задержали. Как признаются нарушители порядка, было страшно. Немного да было, когда стекла полетели, все, а так нормально. Так завершились первые две фазы тактических учений по пресечению беспорядков при проведении футбольных матчей. Как отметил заместитель начальника областной милиции Иван Башта, отвечающий в Донецке за подготовку правоохранителей Кевра-2012, личный состав готов на 100%. Сегодня уже проведено 35 матчей, 8 из них международных. И нам удается соблюдать общественный порядок и обеспечить безопасность граждан. То есть реально каждый раз, когда мы проводим футбольные матчи на Донбасс-арене, это тестовый вариант и экзамен для донецкой милиции. И не только для донецкой милиции. Это экзамен для всех правоохранителей, которые участвуют в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. Ну, нужно учесть, что через полтора года будет евро. Поэтому, естественно, ротация сотрудников милиции, и мы упреждаем такую тенденцию. Поэтому обучение будет происходить в течение года, и, естественно, в 2012 году будет более активнее. Увидеть, насколько согласованы все действия службы безопасности милиции и медиков, можно было на самой Донбасс-арене. Там прошла третья часть учений. На одном из секторов разбушевавшиеся фанаты начали взрывать петарды. Сотрудники стадиона срочно начали эвакуацию болельщиков. В Беркут оцепил шумный сектор, а отряд взрывотехников проверил трибуны на наличие фаеров или дымовых шашек. По сценарию, из-за взрыва были не только тяжелораненые, но и погибшие. Медики оказали помощь пострадавшим. Ладно, спокойненько. Неочередная мозговая травма. В этом году планируется еще несколько специальных учений для отработки взаимодействия всех служб, которые будут принимать участие в обеспечении порядка во время чемпионата. Ожидается, что Донецкую область посетит от 200 до 800 тысяч болельщиков.